Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас ДКС, самолет Л-39 и разговор пойдет о подготовке самолета к полету и его первом этапе это осмотр самолета. Перед полетом летчик обязан принять доклад от техника самолета о готовности самолета к полету, о заправке его систем топлива, маслом, воздухом, кислородом и жидкостью МГ-10, а также о работах, проделанных на самолете после последнего полета и устранения замечаний, если такие были выявлены. Начинается подготовка к полету с осмотра самолета. Осмотр сам можно разделить на три блока. Это предполетный осмотр самолета внешний, перед посадкой в кабину и после посадки в кабину. Внешний осмотр самолета производится по определенному установленному маршруту. Начинается он с носовой части, с передней части самолета, после чего осматривается правая, затем левая сторона самолета. При осмотре передней части самолета проверить, одинакова ли просадка основных стоек шасси, установлены ли тормозные колодки под колеса самолета, состояние носовой части фюзеляжа, давление воздуха в системе по манометру, расположенному над лючком заправки кислородом и воздухом. Давление воздуха должно быть 120-150 атмосфер. Состояние антенны третьего диапазона изделия 0.20, состояние передней стойки шасси, состояние арматуры внешней сигнализации выпущенного положения шасси, степень накачки пневматика переднего колеса. При осмотре правой стороны самолета проверить, снят ли чехол с датчика температуры наружного воздуха, состояние тормозных щитков, снят ли заглушки с правого канала воздухозаборника, состояние правого канала воздухозаборника двигателя, исправность правой стойки шасси, исправность правого колеса, состояние арматуры внешней сигнализации выпущенного положения шасси, степень накачки пневматика правого колеса, нет ли течи из трубопроводов и агрегатов в гидросистеме, состояние приемника ПВД, снят ли с него чехол, нет ли в нем каких-то посторонних предметов, Состояние рулежной посадочной фары, состояние концевого бака, нет ли вмятин, трещин, других повреждений, отсекление бано, состояние электрических разрядников, состояние и крепления элеронов, надежность закрытия смотровых ключков на нижней поверхности крыла и правой стороне фюзеляжа, количество масла в масло баки двигателя, наличие сигнальных ракет в ракетницах, закрытие нижних люков капотов, состояние остекления хвостового светильника, отсутствие люфтов и легкость хода руля высоты, смотреть двигатель, отсутствие повреждения и частоту обшивки хвостового оперения, в нейтральном ли положении находятся триммеры руля высоты и направления, состояние электростатических разрядников на хвостовом оперении, левую сторону самолета смотреть в объеме указанном для правой стороны, кроме того, проверить закрыт ли лючок блока САРП-12ГМ, снят ли чехол с выхлопной трубы двигателя САПФИР-5, не забыть про запасной приемник воздушного давления, внимательнее смотреть левую стойку шасси на наличие течей, проверить обжатие пневматика, что все было в соответствии с инструкцией. После окончания внешнего осмотра самолета приготовиться к посадке в кабину. Приподнявшись на ступеньки, необходимо приступить ко второму этапу внешнему осмотру кабины. Впереди слева прицел не погнут, переключатель аварийного освещения вниз, положение выключено, флажок гира неподвижный, положение неподвижный вниз, угол прицеливания по лимбу 0, база цели 10,8, аварийный магнитный компас, G13 показывает стояночный курс. Далее переходим к правому борту правой панели. Красная рукоятка аварийного сброса фонаря вверх законтрена. Все АЗС основного электрощитка выключены. Крючак кондиционирования и антибледенения выключены. Переключатель режимов искра в положении навигация. 4 рукоятки аварийной гидросистемы в переднем положении и законтрен. На правой панели все дополнительные АЗС должны быть включены вверх. АЗС РТ-12 включен в верхнем положении. Контроль РТ-12 в среднем положении. Переключатель ГМК-МК в положении МК. Северный, южный. Северный и выставлена широта нашего аэродрома. Слева в кабине впереди и напротив рут. Лампы контроль обогрева ПВД не утоплены. Переключатель САРП выключен. Фара выключена в нейтральном положении. Установить стояночный тормоз. И после этого можно совершить посадку самолета. При посадке в кабину не опираться на прицел. Разрешается встать ногой на подстилку в чашке кресла. После того, как посадка в кабину произведена, включите АЗС аккумулятор. Поднять механический визир прицела, нажав на флажок справа. Нажимаем переключателем на левой стороне чашки кресла. Установить кресло по высоте так, чтобы взгляд проходил через механический визир прицела. А также через центр самого прицела. Проверить запас хода кресла вверх-вниз. Подрегулировать под себя длину педалей. И подвигать ими влево-вправо. Движения не должны быть затруднены. На центральном щитке убедиться в том, что триммеры по элеронам и руля высоты находятся в нейтральном положении. Опустить механический визир и выключить АЗС аккумулятор. Далее, справа от кресла. Переключатель разблокировка кресла под красным колпачком. Включен и законтрен. Красная рукоятка аварийного открытия замков кресла. на правой стороне чашки кресла. В крайнем заднем положении и законтрен. Красная скоба катапультирования фонарем в утопленном положении. Перейдем к левой панели. На левой панели убедиться в том, что пожарный кран в переднем правом положении находится под скобой и законтрен. Канал радиостанции установлен на канал данного аэродрома. Подавитель шумов выключен. РК выключен. Реостаты СПУ и радио выключены по часовой стрелке. На пульте перед рут. Кнопки закрылков не утоплены. Кнопки СтопТурбодвигатель находятся под своими колпачками. Также СтопТурбодвигатель, аварийное питание топлива, выключатель РТ-12 и пожаротушение находятся в выключенном состоянии и под своими колпачками. Далее необходимо подготовить часы, проверить часы и подготовить их для полета. Сбросить акселерометр на плюс 1. Проверить кран положения выпуска шасси. Его положение должно быть вниз. В положении выпущено переключатель режима АРК в положении дальний. Выставить высоту на высотомере ВД-20 на 0 и запомнить давление, которое он показывает. Если давление, показываемое прибором, отличается хотя бы на 2 мм. Вылет делать запрещается. На высотомере РВ-5 установить значение опасной высоты. На ЗДВ-30 в системе ИСКР установить давление аэродрома. И проверить целостность и исходные данные всех остальных приборов, чтобы не было на них никаких механических повреждений. Также они показывали исходное положение. На переднем щитке все 5 переключателей в выключенном положении. Положение вниз. Переключатель левый и правый в заданном положении. Кнопки управления стрельбой сигнальными ракетами не утоплены. Переключатель под ними выключен вниз. Переключатель взрыв под зеленым колпачком и аварийный сброс под красным колпачком выключены и законтрены. Далее переходим к включению электропитания. Для этого включаем АЗС-аккумулятор. При включении АЗС-аккумулятора на авиагоризонте загорается красная лампочка, которая будет гореть до тех пор, пока не будет включено питание по 36 В и 400 Гц. Также должны гореть лампочки «Не запускай», фонарь не закрыт. Если фонарь не закрыт, низкое давление, падение давления масла, два генератора, преобразователь 115 В, 36 В. Минимальное давление масла и кондиционер закрыто. Включить АЗС-двигатель. При этом тухнет преобразователь 3,36 В. Создается давление в топливной системе 0,3 плюс-минус 0,05 атмосфер. И когда это давление создастся, гаснет табло «Не запускай». Проверить напряжение аккумулятора. Оно должно быть не ниже 24 В. И после этого выключить АЗС-двигатель. Дать команду на подключение наземного источника электропитания. Проконтролировать его подключение по загоранию табло в виде тележки электропитания. Убедившись в том, что электропитание подключено, необходимо еще раз включить АЗС-двигатель и проверить напряжение в сети, которое должно быть 27-29 В. На этом первый этап подготовки к полету – это осмотр самолета завершен. Плавненько мы подошли к этапу подготовки к запуску двигателя, который мы рассмотрим в моих следующих видео. А на сегодня это все. Если есть какие-то замечания, добавления или кому-то что-то показалось неясным, прошу отобразить это в комментарии. Постараемся все скорректировать, исправить и сделать так, чтобы каждое данное видео было полезно. Субтитры создавал DimaTorzok